Привет, друзья! Из этого видео вы узнаете, как построить настоящую Mesh-сеть, то есть бесшовный Wi-Fi, на большой площади при помощи оборудования TP-Link. Я покажу, как это происходит во всех деталях на примере собственной квартиры в Саратове, где у меня возникла такая потребность. Меньше слов, больше дела. Поехали! Несколько дней назад я уже хвастался, что у меня появился роутер TP-Link Archer MR600. Это роутер со встроенным 4G модемом, то есть симка вставляется прямо в него и никаких дополнительных свистков приобретать не нужно. От многочисленных аналогов этот роутер отличается гораздо более высокой скоростью 4G, потому что почти все роутеры, которые продаются сейчас в России, поддерживают скорость максимум до 150 Мбит в секунду. Это немало и в большинстве случаев абсолютно достаточно, потому что провайдеры, операторы мобильного интернета не во всех местах могут даже 150 Мбит обеспечить. Но я надеюсь на лучшее, поэтому взял MR600, где максимальная скорость составляет 300 Мбит в секунду. Да, на данный момент в Саратове я их не достигаю. Я подключился к тарифу Мегафон Закачайся и у меня получается порядка 60 Мбит в секунду. Это тоже немало, но не 300, вообще не 300. Тем не менее, я думаю, что скорость со временем подрастет, это неизбежно. А роутеры мы покупаем не на месяц и даже не на год. Я думаю, что MR600 дождется, пока мы сможем преодолеть планку 150 Мбит. С аппаратной точки зрения, MR600 не представляет собой какого-то чуда. Максимальная скорость в диапазоне 2,4 ГГц составляет 300 Мбит в секунду, в диапазоне 5 ГГц – 867 Мбит в секунду. То есть, это такой, как говорится, крепкий середнячок. Для дома, особенно для такого выездного режима, для дачи – этого абсолютно достаточно. Но есть один маленький нюанс. Вот видите, какие замечательные у этого роутера антенны. Большие, красивые. Всё замечательно, но есть один такой, как я уже говорил, нюанс. Эти антенны предназначены для ловли сигнала 4G. Это хорошо, потому что качество приёма действительно достойное. Но Wi-Fi обеспечивается, передача Wi-Fi, приём сигнала за счёт встроенных антенн. Я к встроенным антеннам отношусь со всем уважением. Но, когда площадь большая, когда рельеф сложный, нужно антенны иногда бывает подкрутить, поставить под правильными углами и добиться лучшего эффекта. В данном случае ничего крутить, вертеть мы не можем, и приходится довольствоваться тем, что есть. Площадь моего саратовского домовладения составляет порядка 70 квадратных метров. Это не так много, и в принципе, одним роутером это покрыть можно. Но! Квартира длинная. Она реально длинная, она идёт, знаете, по всей стене дома, что называется, коридор длиннючий. И из-за этого, и ещё из-за двух капитальных стен, до конца не добивает. То есть, например, вот я здесь сижу, в этой комнате, всё хорошо, в соседней нормально, а вот через стенку уже не очень. И тут мы подходим к очень важной особенности модели Archer MR600. Это одна из немногих моделей среди роутеров TP-Link, которые поддерживают технологию One Mesh. Поддержка Mesh у TP-Link пока находится, чего уж там говорить, в зачаточном состоянии. Вот на июнь 2020 года во всей немаленькой линейке роутеров TP-Link всего пять моделей, поддерживающих One Mesh. Это уже упомянутые MR600, а также модели Archer A6, A7 и Archer C6, C7. Всё. Все остальные то ли получат поддержку, то ли нет. Скорее всего, топовые модели, конечно, её получат. Но пока, вот повторюсь, на данный момент всего пять моделей. Но зато легко запомнить это количество. Но если вы думаете, что всё так просто и легко, как у Kinetic или у Asus, когда просто берёшь несколько роутеров, поддерживающих Mesh и объединяешь их в единое целое, у TP-Link свой особый мудрый путь. Роутеры объединять в Mesh-сеть пока нельзя. Если вы хотите получить Mesh, бесшовную Wi-Fi-сеть, вам необходимо приобрести вот такой адаптер, именуемый TP-Link RE300. Это и хорошая новость, и плохая. Хорошая новость заключается в том, что этот адаптер стоит всего 2000 рублей. Ну, может быть, на 100 рублей больше или на 100 рублей меньше. При этом он поддерживает скорость до 300 Мбит в 2.4 и до 867 в 5 ГГц. То есть, в принципе, вот именно по техническим характеристикам всё чётенько. Но у этого адаптера нет портов Ethernet, вообще нет. Поэтому, если вы захотите на другом конце домовладения подключить сюда что-то другое, вот там телевизор, приставку, вот именно через Ethernet-порт, у вас этого не получится. То есть, только хардкор, только Wi-Fi. Вы можете спросить, ну, а чё там хитрить, мудрить с этим TP-Link'ом какие-то там адаптеры, фигаптеры? Есть же нормальное, понятное решение у Kinetica, у Asus надо брать их. Я не поспорю, Kinetica и Asus действительно делают прекрасные продукты. Но есть один маленький нюанс, который, возможно, вас зацепит. Как мы знаем, TP-Link вообще склонна предлагать интересные варианты за очень разумную цену. И в данном случае, это как раз тот случай. Как я уже говорил выше, вот этот адаптер стоит порядка 2000 рублей. Самый дешёвый роутер TP-Link, поддерживающий OneMesh, это модель Archer A6, тоже стоит порядка 2000 рублей, там 2200. То есть, за 4 с небольшим тысячи рублей, вы получаете Mesh-систему, которая может покрыть достаточно большую площадь. Ну, допустим, 100-120 квадратных метров. 4000 рублей. У коллег по бизнесу вход в этот сегмент начинается, ну, как минимум, в полтора раза дороже. А то и в 2, а то и в 3. При этом это будет не какой-то там, знаете, вот, инвалид в диапазоне 2,4 ГГц, нет. A6 тоже поддерживает 2 диапазона, там скорость до 867 Мбит в секунду в 5 ГГц. То есть, всё достаточно прилично. Поэтому давайте я вам сейчас покажу, как это настраивается. Тут есть масса таких шероховатостей, которые я с первого раза не прочухал. А потом вы уже сами решите, нужно вам такое или нет. Пойдёмте. Если вы уже когда-то настраивали Mesh-сеть, например, на роутерах Kinetic или Asus, вам, конечно, захочется зайти в раздел One Mesh и что-нибудь там сделать. Но в данном случае сделать ничего нельзя. Вы можете только посмотреть список устройств, поддерживающих One Mesh, и узнать больше о технологии. Ну и, конечно, ещё посмотреть эту замечательную гифку, от которой, наверное, в данном случае толку не так много. Мы заходим в дополнительные настройки, и там тоже ничего не происходит. То есть, вообще ничего. Я вот на этом месте, честно говоря, немножечко затупил, когда первый раз настраивал, но потом сообразил. В случае с TP-Link, если вы хотите настроить Mesh-сеть, вам нужно заходить не в основной роутер, а в расширитель сигнала. Вот он, по идее, уже должен тут появиться. Да, вот он появился. Смотри, TP-Link Extender. Мы можем зайти в него в WebMord, а можем воспользоваться приложением Tether, которое я вот уже заранее подготовил на телефоне. Сейчас мы заходим. Смотрите, значит, вот у нас появились устройства. Мы выбираем усилитель сигнала. Индикатор питания горит. И он автоматически хочет подключиться к сети TP-Link Extender. Конечно, давайте подключимся. Идёт мучительный поиск усилителя. Так, так, так. Всё. Так, я подключён. Поиск устройств. Выполняется вход в RE300, то есть вот в тот самый усилитель сигнала. Так, ну мы сейчас введём самый сложный пароль, чтобы никто никогда не догадался. Пасворд 111. Так, создать. Так, здесь нам остаётся выбрать сеть, которую мы хотим расширить. То есть, вот как мы видим, это сеть Saratov Forever, она поддерживает OneMesh. Я пропустил один момент. Я пропустил ввод пароля. Уж простите, он у меня довольно личный. Поэтому я не стал его вам показывать. Тем не менее, там просто надо было подтвердить, что пароль тот самый. Даже вводить его заново не пришлось. Mesh-система сама подтянула его из настроек основного роутера. Вот этого. Теперь надо чуть-чуть подождать. Вот мы сейчас можем этот процесс отслеживать вот здесь. Вот сейчас сеть TP-Ring Extender исчезнет, а сеть Saratov Forever усилится и расширится. То есть, ну разумеется, она два раза в списке не появится, но тем не менее, она станет гораздо более протяжённой. И как только этот процесс закончится, мы с вами пройдёмся по квартире и посмотрим, как изменились условия подключения к интернету. Всё готово к работе. Так, давайте проверим, насколько готово. Да, смотрите, у нас исчез TP-Ring Extender. Теперь у нас одна общая сеть под названием Saratov Forever. Да, конечно. Давай к ней подключимся. То есть, вот, у меня Extender просто сейчас подключен совсем близко. Я не видел причин, как подключать его где-то далеко. Сейчас его перетащу в другую комнату. Мы посмотрим, как распределяются клиенты между девайсами. Так, ну и вот у нас уже появился даже один клиент в дальней комнате. Давайте обновим эту страницу и посмотрим, как же изменился экран Mesh. Ага, вот у нас появился. Смотрите, у нас в списке устройств появился RE300. И очень важный момент, который мне лично понравился. Обратите внимание. Он показывает скорость соединения с расширителем сети сразу по двум диапазонам. То есть, по 2,4 ГГц у нас 126 Мбит. А по 5 ГГц аж 760 Мбит. Это очень здорово. То есть, это сильно превышает возможности провайдера. Тем не менее, знаете, это тот запас, который точно не огорчает. Так, ну и теперь самое интересное. Давайте прогоним спид-тест для разнообразия. А потом еще одну утилитку. Просто для того, чтобы получить полную картину происходящего. Сейчас мы проверяем рядом с основным роутером. То есть, вот он у нас стоит рядом. И мы видим, какая скорость на нем. Сразу скажу, что вот скорость в данный момент, она очень плавающая. То есть, вот сейчас мы видим 38 Мбит. Через секунду это может быть уже 60-65. А еще через секунду 20. То есть, к сожалению, вот все эти тесты, они такие довольно философские. Но тем не менее, вот с точки зрения работы, я очень доволен. То есть, комфорт практически домашний. Еще, допустим, утилитку Endperf. Так, полный тест нам не нужен. Тест скорости. Вот он тоже выбирает сервера иногда. Причем довольно, знаете, экзотически. Ну, давайте, доверимся. Вот Екатеринбург. Вот, видите, то есть, скорость уже там порядка 6... Да, ух ты! Ничего! О, ого! Ха-ха! Вот, почти 80 Мбит в секунду было. Ну, больше даже перескочило немножко. Слушайте, ну, очень здорово. То есть, я тарифом вот этих Мегафона страшно доволен. Я на даче тоже купил. Там семья довольна. Ну, в общем, извините за рекламу, но когда решаешь проблему, которая тебя волнует, это прям очень радует. Так, и вот, значит, на выход у нас здесь порядка 30 Мбит в секунду, что тоже абсолютно нормально. То есть, когда я закачиваю ролики на YouTube, я чувствую себя вполне комфортно. Так, так, ну, вот этот М1 хорош тем, что он позволяет в течение длительного времени запускать тест. То есть, это полезно, потому что там за 3 секунды скоростюшку выдать, это, знаете ли, ума большого не надо. То есть, у нас получилась максимальная скорость 74 Мбита на вход и на выход 31 Мбит. В общем, вполне и весьма. А теперь давайте вооружимся второй камерой и проследуем в дальний угол, где уже работает не основной роутер, а его расширитель. Так, ну и сейчас, смотрите, мы на балконе, на довольно приличном расстоянии даже и от расширителя. Почему-то iPhone подключился по диапазону 2,4 ГГц, а рядом лежащий Huawei P30 Pro по 5 ГГц. Но тут, знаете, вот ничего с этим не поделаешь. Это, к сожалению, контролировать нельзя, как и на многих Mesh-системах. Давайте посмотрим, что там у нас происходит со скоростью. Поиск оптимального сервера. Так, поехали. Пинг приличный, скорость. Ну, смотрите, скорость, нормальная скорость, с учетом того, что раньше вот в этой точке в принципе не добивало, а теперь у меня 20 Мбит, я вполне доволен. Тем более, я подозреваю, что в ряде случаев может быть и гораздо побыстрее. Ну, и на выход тоже там порядка сколько у нас получается. Ну, почти десяточка. Да-да-да, давай-давай-давай-давай. Вот, десяточку перепрынули. Молодец, молодец, хороший. Так, а мы сейчас для контраста попробуем Enterf, что он нам покажет. В прошлый раз, как мы помним, Enterf был гораздо более оптимистичным. Так, смотрим. Снова стучимся в Екатеринбург. Ну, нет, чуда не произошло. То есть, порядка вот 10. Это даже менее оптимистично. Смотрите, какая история. Даже чуть менее оптимистичен. Но, тем не менее, понимаете... А, нет, вот поперло опять. Поперло, поперло до тех же примерно 18 Мбит. Понимаете, какая история? Хороший, стабильный Wi-Fi, пусть и не очень быстрый, всегда гораздо интереснее, чем его полное отсутствие. Вот, просто поверьте мне на слово. А на выход так вообще по красоте. Сейчас iPhone домучается, и мы еще с вами запустим то же самое на Huawei P30 Pro. Мне кажется, что на нем показатели могут быть немножко другие. Но, тем не менее, вот видите, вот уже до 30-ки почти доходит. То есть, в принципе, если бы я сравнивал между этим и ничего, я однозначно выбираю это. Так, ну и последний тест, вот как я и обещал, через стеночку. Вот он, репитер находится прям четко вот за этой картиной. Ох ты! Ох ты! Да, похоже, балкон-то был серьезным препятствием. Смотрите, здесь скорость уже гораздо более бодрая. Гораздо более бодрая. Ох ты, ничего себе! Ничего себе! Ну, очень хорошо. Репитер справляется по полной программе. Это не может не радовать. А что с выходом? Выход. Выход, давай, поднажми, поднажми, поднажми. О, пошло, 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 пошло. Тоже хорошо. Тоже хорошо, учитывая, что это все-таки стеночка-то есть. То есть, наверное, если бы я сидел сейчас прям рядом с этим репитером, было бы точно так же, как на основном роутере. Но тогда какой смысл во всех этих репитерах? Все-таки площадь бывает иногда довольно разная. А, извините, ну, пинг еще. Пинг, в принципе, мне в данном случае не критичен. Я играть не собираюсь, но, тем не менее, чтобы вы знали. Итак, у нас максимальная скорость составила 37 мегабит на вход и на выход 26 мегабит. Вполне и весьма. При средней скорости 32 мегабита. Кайф. Так, и последний тест совсем в гонзо-режиме. Извините немножко за качество. Мы находимся в средней комнате квартиры. Смотрите, вот сейчас все устройства подключены именно к расширителю. И сейчас мы проверим, как он справляется с одновременной работой трех устройств. Потому что в свое время, вот именно на этом тесте, у меня погорела тенда, когда мы подключали три модуля сразу. Так, давайте. Вот. Ну, смотрите. То есть, я не вижу потери пакетов не происходит. Происходит довольно гармоничное перераспределение скорости. То есть, в принципе, как мы можем заметить, все вполне гармонично. То есть, провалов, потерь пакетов не происходит. Это очень-очень важно. Давайте проверим еще разок. Вот просто для очистки совести. Раз. Раз. Два. Три. Ну, вот последнее устройство чуть-чуть отстает по скорости. Но, как видим, скорость нарастает. И в итоге все гармонизируется. То есть, получается, все-таки система TP-Link поддерживает балансировку устройств, даже когда три обращаются к ней достаточно интенсивно. Здорово. Здорово. И обратите внимание, что вот пакеты в процессе не теряются. Ну, что же, давайте подведем итог. Как вы видели своими глазами, система OneMesh от TP-Link устанавливается не совсем обычно. Не так, как мы привыкли на Kinetic или Asus. Но, тем не менее, ничего сложного в этом нет. Важно просто один раз как-то догадаться. Подчеркну, что я устанавливал ее через приложение Tether. То же самое можно делать через веб-морду самого репитера. То есть, разницы принципиальной нет. Но через приложение, согласитесь, удобнее. У меня там уже есть все подшефные роутеры TP-Link. Я управляю ими дистанционно. Мне это удобнее. И, кстати, репитер тоже можно сделать облачным устройством. И управлять им из любой точки, где есть интернет. Хотя, честно говоря, управлять там особенно и нечем. Система работает стабильно. И, конечно, перемещение между модулями происходит незаметно. Скорость, ну, вы сами видели, что с ней происходит. Меня она вполне устраивает. Подключение сразу нескольких нагруженных устройств не погружает систему в панику. Она разумно распределяет потоки данных между тремя, как минимум, устройствами. И все происходит именно так, чтобы обеспечивать максимальный комфорт пользователя. Что касается цены. Вот роутер, который стоит у меня за спиной. Это MR600 со встроенным 4G модемом. Он стоит порядка 9 тысяч рублей. Но самое забавное, что на момент, когда я снимаю этот ролик, в продаже их нет. То есть, я неделю назад о нем рассказал. И, похоже, раскупили. Такое уже бывало. Все-таки продукт не очень массовый. Он только поступает на рынок. Но я думаю, что через некоторое время он снова появится в продаже. Репитер стоит порядка 2 тысяч рублей. Он в наличии имеется. То есть, если вам нужно где-то дома, на даче, особенно на даче, в загородном доме, недорого, максимально недорого, сделать меш-сеть, не прибегая к использованию каких-то китайских девайсов с Алиэкспресса, TP-Link обеспечивает очень выгодное ценовое предложение. От 4 тысяч рублей за роутер плюс расширитель можно сделать сетку. Попробуйте. Если вам понравится, обязательно пишите в комментариях. Если не понравится, напишите тем более. Спасибо, что посмотрели ролик. Надеюсь, он вам показался полезным. Подписывайтесь. Канал хороший. Пока.